Девушки отдыхают Который 5 апреля выйдет сразу на PC А потом на PS4 и Xbox One Напомню, в свое время разработчики пытались на все это дело Собрать денег на Kickstarter Но что-то пошло не так И пришлось продолжать за свои кровные Что они успешно и проделали Хоть немного и позже, чем сами планировали Сюжет довольно оригинальный Лондон на дворе 1888 год А это значит, что где-то по грязным улочкам Орудует, пожалуй, самый известный серийный маньяк в истории Джек Потрошитель Но противостоять его будут Не какие-то там банальные сыщики А Сэр Ланселот Дюлак Волшебница Моргана Лефей, превращенная в собачку И Мэри Джейн Келли К слову, Мэри Джейн Келли, если кто не в курсе Личность вполне себе историческая И не читая своим мифологическим партнером Она считается последней пятой жертвой Джека Потрошителя В общем, всем поклонникам олдскульных детективов И поинты клик адвенчур Категорически рекомендую к ознакомлению Dangerous Driving Довольно интересная гоночная аркада 3 Fields Entertainment Выйдет на PC в Epic Games Store PlayStation 4 и Xbox One 9 апреля Исходя только из одного названия Становится понятно Игра явно не про аккуратную езду в пригороде А когда узнаешь, что рулят процессом Ребята, ответственные за серию Burnout Становится понятно Это будет максимально жестко Да, это жестко Игра предложит 30 раз на 7 разных локациях Для настоящего дестроя с массовыми разрушениями Несколькими режимами Например, Элиминатор, где остаться должен только один Или Пурсьют, где можно будет поиграть за полицейского Одиночными соревнованиями и мультиплеером на 8 человек Все мы помним постапокалиптический боевик Война Миров Зетт с Брэдом Питтом в главной роли Не самое плохое кинцо получилось в зомби-тематике А уже 16 апреля на PC в Epic Games Store, PlayStation 4 и Xbox One Можно будет оценить, что получилось у разработчиков Кооперативного шутера с элементами экшена и сурвайвл-хоррора World War Z Брэда Питта, конечно, не обещают Но вот побегать вчетвером с друзьями Отбиваясь от орды кровожадных зомбей Можно будет запросто Собственно, вот эти сами орды Движущиеся под управлением искусственного интеллекта И станут основной фишкой игры Причем зомби смогут взаимодействовать друг с другом Доставляя игрокам еще больше неприятностей Придется проявить недюжинную смекалку Сражаясь с врагом Можно будет, например, взрывать автомобили Прокладывать себе новые пути Посредством уничтожения элементов окружающего мира Или, наоборот, заняться созиданием Построить забор, установить кучу мин Наворотить колючие проволоки И шлифануть все это дело турельками Того же 16 апреля Нас ждет еще один релиз Правда, только на ПК Градостроительный и экономический симулятор С элементами РТС От Ubisoft Bluebyte Anno 1800 Это уже седьмая игра в серии На этот раз действие будет развиваться в 19 веке Игроку предстоит восстановить компанию своего отца Раздать долги И это, разумеется, только начало Так, например, кроме привычных активностей Можно будет отправиться в экспедиции Которые сурят немалые выгоды для предприимчивых дельцов Артефакты, ресурсы, деньги И новая земля для заселения Так что вы не ограничены Не только какой-то определенной страной Но и даже континентом В Anno 1800 развернуться получится Хоть себе в Южной Америке В общем, если чувствуете в себе предпринимательскую жилку Любите неспешный размеренный геймплей С медитациями на тему создания города своей мечты И далеко идущими, но такими же неспешными планами По покорению мира Anno 1800 ваш вариант Не пропустите И барабанная дробь Mortal Kombat 11 Да, 23 апреля на ПК, PlayStation 4, Xbox One И чуть позже даже на Nintendo Switch В релиз, наконец-таки, выйдет 11-я часть культовой серии файтингов Сюжетно она продолжает Mortal Kombat 10 Некая кроника, хранительница времени Будет пробовать навести порядок во вселенной А мы, естественно, всеми силами вмешиваться Фаталити и бруталити снова в деле А вот X-Ray почему-то было решено заменить На так называемое Fatal Blow Особо мощный удар, который можно выполнить Когда хп у игрока просядет ниже 30% Причем Fatal Blow при определенных обстоятельствах Можно будет проапгрейдить до Crushing Blow И подрубить к этой мощи также всю силу кинематографа Бег вообще решили упразднить Так что с наскока победить не получится Новый Mortal Kombat больше про позиционную и тактическую борьбу Это, к слову, самым прямым образом скажется на тех Кто любит рандомно тыкать кнопки И многозначительно ухмыляться, если случайно получился прием Такого теперь тоже не будет Много кастомизаций и никаких вам больше ограничений по трем стилям Теперь можно действительно собрать героя на свой вкус и цвет Оригинальная сюжетная кампания с первой женщиной-антагонистом за всю историю серии Гибкие настройки искусственного интеллекта во время драки И привычный мультиплеер Что еще надо, чтобы получить удовольствие? Days Gone Или в русской локализации «Жизнь после» Прямо-таки настоящий праздник для всех обладателей PlayStation 4 от Sci-Band Studio Радоваться и праздновать можно будет уже 26 апреля Именно в этот день долгожданный эксклюзив выйдет в релиз Правда, пока не слишком понятно, чем это все обернется На первый взгляд обычный зомби постап, только на Харлее Но если вкратце, в мире опять случился какой-то тотальный звездец Связанный с пандемией, перекосивший большую часть прогрессивного человечества А часть превратившей его фрикеров Это такой местный аналог зомбарей, которые на самом деле и не зомби вовсе Ибо зомби по умолчанию мертвы, а фрикеры нет Но не переживайте, это не помешает им гладать плоть с ваших костей По идее, в игре обещают открытый мир По которому главный герой, Декон Сейн Джон Бывший уголовник будет колесить вдоль и поперек на своем мопеде Сражаясь с фатагами нежити, натыкаясь на мирное поселение Но в основном на заброшенные территории По дороге можно будет мастерить себе всякое из всякого Оружие, ловушки и вроде как даже транспорт Короче, посмотреть конечно можно Но я бы не стал возлагать на Days Gone какие-то сверх большие надежды Ну и напоследок немного предположений Ходит слуг, что The Black Masses Новый RPG от первого лица с открытым миром И вы не поверите зомбями Может также выйти в апреле месяца Но это, как я уже говорил, не точно Dauntless вон тоже должна была в конце апреля выйти Но что-то опять пошло не так В общем, своей фишкой разработчики The Black Masses Из студии с нескромным названием Brilliant Game Studios Посчитали отображение на экране орд монстров Количеством где-нибудь 6000 особей И как будто этого было мало Заявили, что уже успешно экспериментировали Со 100 тысячами зомбей в одном месте Зачем столько и на чем все это придется запускать Пока непонятно Зато с сеттингом разобрались Это будет средневековый мир с тысячами одержимых тварей Где игроку придется разбираться Что собственно послужило причиной такого положения вещей Будет также паркур Открытый мир на 16 квадратных километров И забористый саундтрек для веселья Это вот прям точно А по поводу выхода в апреле Бабка надвое сказала Так что и если что Я предупредил Пишите в комментариях Если мы что-то пропустили Ставьте лайк этому видео Подписывайтесь на нас везде Если еще не подписаны И играйте только в хорошие игры С вами был Майдлер Это портал Гохору Еще услышимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok